Ежегодно в этом зале 1 октября собираются те, кого принято считать пожилыми людьми. Причем пожилые отнюдь не значит старые. Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать. Не просто слова из песни. Безусловно, любой возраст имеет свою прелесть. Я не чувствую, во-первых, я не чувствую старости, как вы говорите. Я душа молодая, тело бренное. У каждого, по-моему, человека старость наступает. Я не знаю, когда у меня она не наступила и не наступит. Я очень активный в жизни человек. Я пою, я танцую. Красногорские пенсионеры вообще придерживаются принципа «нам года не беда». Они первые на всех массовых мероприятиях, активны на выборах и на митингах. Кроме того, без них не обходится ни один праздник. И это помимо основных обязанностей – воспитания внуков и ведения домашнего хозяйства. День пожилых людей – это праздник бесконечно дорогих наших мам и пап, бабушек и дедушек. Мы говорим о тех, кто вел нас по большому жизненному пути, кто учил правде, добру, трудолюбию. Я работаю в девятой школе. 50 с лишним лет, я в 55-й год, вернее, в этом году я переступила порог школы. 40 лет только в одной девятой школе. Я историк и работала преподавателем истории, общества, знания более 50 лет. И по совместительству руководила музеем боевой славы. День пожилого человека – особая дата в мировом календаре только потому, что зачастую проблемы людей в возрасте уходят на второй план. Значит, человечеству нужно напоминать о старшем поколении. А вот лучшим подарком, по мнению виновников торжества, могли бы стать не только цветы 1 октября, но внимание и забота в остальные 364 дня года. В идеале же современное общество должно быть без возрастных границ. Анастасия Евставьева, Евгений Волков, Марья Анна Быстрова, КРТВ.